приветствую друзья я с вами наконец-то на связи давно у меня не было с вами последний раз когда я выходила в stories это на 10 минут у нас было знаете такая классная тема и этот story сохранился в ленте о том нужно ли делать какие-то действия и хотелось бы немножко еще продолжить на эту тему да действительно действие нужно делать обязательно потому что вы например хотите найти мужчину встретить свою половинку встретить любовь найти классную работу вы такие сидите дома трансформируйте а потом мне в личку нелли почему ты сказала мне трансформировать программы я сижу уже все проработал а мужчины нет ты врешь ты мошенница вот я такая муки дорогая а ты на улицу вышла хотя бы из дома чтобы его встретить как ты познакомишься дома в четырех стенах если ты даже на улицу не выходишь сидишь на диване трансформируешь программы где ты его найдешь как он тебя найдет конечно нужно стучится во все щели уже давай выходи из дома то есть надо же куда-то идти что-то делать где-то за пределами квартиры правильно где водятся мужчины идем в киношку идем в кафешке идем в спортзал идем на танцы идем в театр идем по магазинам куда угодно в салон красоты везде по пути можно встретить мужчину но если ты сидишь и трансформируешь и ждешь его дома ну откуда он возьмется вот пишет вот и я дома сижу и трансформирую его весь день отлично хороший коммент вот прям продолжение моих слов откуда у вас возьмется мужчина если вы дома ну он же вас не может найти а работа как вас найдет скажите пожалуйста вот как вас найдет работа все случайным образом должно сложиться так то оно и есть но откуда это этот случайный образ к вам придет квартиру если вы даже интернет не открыли вакансии не посмотрели заявки не написали на вакансии не написали то что я хочу с вами сотрудничать открывайте instagram чем вам нравится заниматься какие у вас есть интересы в жизни распишите открывайте в instagram заходите все компании в инстаграме в картинках со всеми можно пообщаться а вам случайно работники не нужны обратились вы там в какой-то интернет магазин или вам случайно работники не нужны там на какую-то автозаправку вам хочется на роликах кататься заправлять машины я не знаю что вам нравится каждому что-то нравится есть у всех интересы какие-то ищите по интересам компании обращайтесь спрашивайте даже если нет сейчас вакансии поверьте если вы туда обратились там задумываются тут девочка звонила нам или приходила или писала или стучалась к нам во все двери хочется у нас работать а у нас вакансии нет они задумываются и так случится по вашему собственному желанию потому что мы творцы своей жизни мы творим все по своим желаниям там кто-то уволится заболеет уйдет декрет и вам раз и набрали прошел тот век страшный старый прошлый когда мы записывались на какие-то встречи то с руководством писали эти анкетки и ждали блин возьмут не возьмут сейчас работодатели все заинтересованы в офигенных сотрудниках нам нужна их работа а они в нас нуждаются если вы знаете свои интересы что вам нравится что вы можете предложить вы можете прийти на любую работу с ноги открыть дверь и сказать я вам нужен я вам могу приносить денег потому что я классно разговариваю классно выгляжу я могу быть на ресепшене у меня офигенные коммуникации с людьми я вот тут курсы проходил как работать с клиентами я знаю как закрывать на возражение я знаю как им то продать ваш продукты или допродать допустим в салоне красоты какие-то дополнительные услуги я это знаю давайте меня проверьте возьмите меня на парочку дней и если вы себя проявляете то конечно коллаборации между сотрудниками там легко и быстро случаются кого-то увольняют берут вас но вы же ничего не делаете вы только сидите трансформируйте свои шаблоны мышления никаких действий а у где мой любимый говорите вы выходя из дома неделю вот я тоже принца своего три года ждала это был капец вот прям мой живой случай я все время спрашивала ну ребята где познакомиться ну как это сделать но при этом я ничего не делала никуда не ходила ни с кем не знакомилась как можно найти своего принца если я ни с кем не знакомлюсь тут пришло такое осознание то что нужно сделать какое-то действие я скачала тиндер сайт знакомства знаете да на телефоне свайп влево вправо пролистала 100 человек в москве как раз на неделю в москву приехала жила за границам почти пять лет с одной страны в другую переезжая и меня не никогда не было в россии а где мне найти мужа если я вообще непонятно где нахожусь и тут я приехала в москву думаю ну надо кого-то себе найти уже сколько можно бесхозный то быть в таком-то возрасте просвапила 100 человек мне никто не понравился тут я увидела мужа своего будущего уже настоящего отметила лайк смотрю он тоже меня выбрал вот мы с ним списались он пригласил меня на свидание естественно какой смысл там сидеть и и общаться и не выходить из дома я сразу согласилась и мы поехали на встречу друг с дружкой и решили пожениться через неделю мы уехали не помню в какую страну на неделе три на новый год вернулись через неделю опять уехали у нас день рождения в один день в таиланд там провели месяц и вернулись и в прям в день прилета пошли в загс подали заявление вот это все вот так вот быстро потому что у меня было желание и что-то нужно было делать от этого я ничего не делаю просто сидела и трансформировала шаблоны и думала плену вот сейчас придется не приц прям разбежится откроет дверь ногой влетит в квартиру и скажет вот тебе кольцо ты мне не знаешь ну такого не может же быть надо выходить и что-то реально делать и попу ваша красивая не станет пока вы не выйдете и хотя бы на турничках не покрутитесь вокруг дома не побегаете качалку не сходите на танцы а давайте прочитаю ваше сообщение они должны сами к ней домой прийти вот спасибо вот совет я так тоже думала что ко мне будут приходить принца сами домой в очередь а я буду только дверь открывать не следующий дверь открывать следующий как на сайтах знакомств следующий фотка следующий я так буду перед дверью стоять конечно же никто так делать не будет так о сколько народу у 116 человек прикольно я хожу везде и встречаю мужчина почему влюбилась в того кто мной не интересуется ой ну здесь надо разбирать во первых вы же влюбились в себя они в него и в этом человеке увидели какие-то те качества которые вы очень хотели бы в себе прокачать сейчас то время чтобы обратить на себя внимание и расширить себя расширить свои взгляды на себя то есть не надо цепляться за этого мужчину мы влюбляемся когда встречаем человека в себя на самом деле и нам нравятся те эмоции которые нам дает тот человек но если этот человек не взаимно от вас там бегает вы переживаете эти эмоции сами собой вот насладитесь этими эмоциями влюбленности саму к самому себе насладитесь вот этой вот этим кайфом я помню когда я училась в университете физики сознания в черногории года два назад три до что уже время бежит уже потерялась вот мне сергей далматов такую вещь сказал очень интересную что вот ты сейчас проработала с собой прокачала себя и ты начнешь сейчас каждого первого влюбляться и вот 50 человек там или 100 минимум полгода не строй ни с кем отношениях переживая эти чувства влюбленности внутри себя вот я потом поняла почему он так сказал сначала мне было непонятно реально когда я стала обращать внимание на парней там уностранцев ну понятно что с ними не собиралась ничего строить вот но так как всегда была за границей и лично они иностранцы маячили в клубах там ресторанах там кафешках на пляжах вот и я начинала влюбляться и понимала что это мои собственные чувства которые раскрываются во мне которые были далеко запрятаны глубоко подавлены и вот эти чувства я проживала внутри себя не выплескивала их на парня и вот не перемещала фокус внимания на другого человека не сливала свою энергию то есть я ее себе оставляла и кайфовала от этого чувства это просто офигенное чувство внутри когда у тебя там все бурлит все кипит и ты в таком настроении но человек когда влюблен вы можете каждый наверно вспомнить такое чувство в себе такое чувство когда ты можешь брать и просто горы сворачивать тебе кажется что вообще все пофигу на проблему пофигу я влюблен мне классно и у меня офигенное настроение вот прям вот все четко перестаньте сейчас сливать вот эту вот энергию всю и свои чувства на других людей побудьте в этих чувствах сами не перекладывайте фокус внимания туда во вне на себе и очень хорошо что вы встретили мужчина он у вас не влюблен вы сейчас 50 таких мужчин встретите а потом уже когда раскроете в себе все эти подавленные чувства вы уже встретите самого себя настоящего и будет у вас половинка на всю жизнь так я раньше говорила папе когда я выйду замуж если дома я буду сидеть так ну да как выйти замуж если дома сидеть нечего дома сидеть улица погодка классная все гуляют ура как давно не слышала сама давно не разговаривала а зачем мне и так прикольно пишет пишет мужчина ну если тебе прикольно то классно но ты же знаешь сколько у нас бесхозных девушек красивых молодых и не очень молодых которые одинокие хотят отношения тебе одному хорошо молек но зато у тебя есть какая-то другая проблема да которую тоже нужно решать не сработать все классно в одиночестве классно все равно есть что-то мышь такие существа которым что-то всегда не хватает но чтобы это получить нужно выйти и действовать что-то делать так нелли кто по дизайну человека ну тут не сложно догадаться я генератор кто же еще энергия как девушка сказала я выложила весь свой дизайн аудио которые мне написали наговорили аудио в своей группе творение реальности в телеграм ссылка у меня в профиле есть на эту группу я прям выложила там прям ну такое мощное чтение дизайна я была в шоке просто и я заряжаю моей энергии хватит там на целый города если не на всю планету поэтому мне очень понравился дизайн почему-то не получается завести серьезные отношения значит я этого не хочу ну да вы пока не готовы но на самом деле хочу он хочет но вы пока не готовы когда вы действительно будете готовы мы всегда с вами играем роли как ольга дамажирова говорит моя любимая подруга вот которая сейчас тоже ведет курсы мы с ней очень часто до кроуны до коронавирус каждую субботу воскресенье вели в открытые встречи и она говорит то что все играют роли и она со своей интерпретацией очень классно их раскладывает мы эти роли тащим потом в семью есть роль ребенка есть роль родителей есть роль равноправных отношений которые могут быть в паре и только в паре равноправные отношения вот но мы дома играем роль мамочек для своих мужей мужья мамочки не нужны мужья становятся детьми то есть мы хотим о них заботиться учить их мы знаем как лучше мы знаем как надо то есть мы все такие вот прям облизываем наших мужей при этом он становится ребенок а ребенок не может зарабатывать деньги между мамой и ребенком не может быть секса не может быть детей то есть на все проблемы из-за того что мы либо как дети обижаемся и дуемся либо мы пытаемся научить в равноправных отношениях с партнером семье муж с женой да один берет роль ребенка другой роль мамочки папочки начинают меняться а равноправия нет и поэтому отношения не складываются если вы говорите что вы хотите серьезные отношения но вы не понимаете что такое серьезное отношение посмотрите может быть вы мамочка для своей мамы пытайтесь ее учить заботиться о ней а вы должны учить и заботиться только о своих детях вы должны для своих родителей играть роли ребенка они роль мамы для мамы да и роль мамы для бабушки Это бабушки должны роль бабушки играть. Мы часто играем не те роли, и поэтому у нас не складывается. Как может между мамой и ребёнком быть секс? Как между мамой и ребёнком может быть ребёнок родиться? Как может ребёнок зарабатывать деньги? Ребёнок несёт ни за что ответственность. Ребёнок капризный, он обижается. В равноправных отношениях люди... Ой, я обиделась, они так не делают, они садятся за стол. Так, давай поговорим, дорогой или дорогая. Меня вот это вот не устраивает. Как будем это решать? Ну давай, порешаем. То есть никаких обидок друг на друга не накладывают. Это дети только так поступают. А если вы уже взрослый, ведёте себя как ребёнок, то какие там, блин, могут быть отношения? Поэтому подумайте, как вы сейчас себя ведёте. Обижайтесь вы. Пытайтесь учить кого-то. Пытайтесь заботу свою, как родители, переложить там на своих друзей. Или те, кто выше по роду, да, стоит. Вот это вот опека ненужная. В отношении должны быть равноправные отношения. С чётким деструктивным разговором. Или структурным разговором. Сели, разложили полочком так. Я хочу вот это вот решить. Меня не устраивает. Но не говорить, как надо делать. Типа, блин, эй, муж, у тебя футболочка грязная, давай-ка я постираю. Так ведут себя мамочки. Или, ой, ты бедненький, у меня не кормленный, давай мы тебя покормим. Нет, они равноправно договариваются. И жена не должна сидеть и смотреть. Грязные носочки того мужа или футболочка накормлены он там, бедненькие, несчастные или нет. Потому что от этого мужик чувствует себя не мужиком. И денег, соответственно, в семье меньше. Дети не могут зарабатывать. Их обеспечивают. И часто такое бывает, что сейчас у нас женщины, которые в роли мамочек зарабатывают намного больше мужиков. Потому что, блин, этих мужиков они не ценят как мужика, который в отношениях равный. Начинают вести себя как ребёнок. Но всё из-за того, что нас учили так родители, родители так учили их родители. Мы не знаем, как себя вести в равноправных отношениях. Мы не получили этот опыт. Например, в моей семье я росла с мамой, с бабушкой, с дедушкой. Папу рядом не было. То есть он есть у меня. У меня прекрасные с ним отношения. Но он был отдельно. У него другая жена. И, естественно, я не видела, какие должны быть отношения в семье. Я всю жизнь тоже так же мучилась. Я то роль мамочки исполняю в семье, то роль ребёнка. То капризничаю, всё, губки надула и пошла. То мамочка. Вот мамочка для своей мамы. Я не забочусь. Я там и денежку ей подкину. И всегда узнаю. То есть я о маме своей, собственно, пекусь, как о ребёнке. Хотя так не должно быть. И о бабушках так же. И о дедушках так же. И к друзьям пытаюсь так же относиться. Но это неправильно. Это ненормально. Отсюда у меня всегда и не складывались отношения. Что мои мужики то зарабатывать не умеют, то с сексом проблемы, то ещё что-то. Только потому, что я веду себя роль мамочки. А нужны такие равноправные отношения. Я тоже сейчас учусь вместе с вами, со всеми. И все, кто приходит ко мне для работы, прокачиваю себя постоянно с кем-то. Смотрю на каждого, как на своё отражение. И прям офигеть. У меня всё очень быстро меняется в жизни. Но этим надо заниматься. Вот ваш любимый контроль. Есть такой шаблон мышления, что контроль, нужно отпускать, я всё контролирую. Это хреново действительно контролировать жизнь. Она должна быть бесплана, идти в принятие, что интересно, что там произойдёт. Но в то же время контроль – это классная сила. Мы уже не просто так прокачивали, да, скилл такой, прокачивали этот контроль, учились этому контролю всё контролировать. Вот этот контроль нужно направить на своё поведение. То есть включаю ли я мамочку, включаю ли я ребёнка, как я себя веду. Контролировать быть женщиной настоящей. Женщина, она сексуальна. Она знает, что она хочет. Она умеет говорить «нет», она ведётся как королева, но при этом мужчина рядом с ней чувствует себя мужчиной, мужиком, а не маленьким ребёнком. То есть вот этот контроль надо включать, контролируя своё поведение. Да, возможно, придётся какую-то роль вначале играть в нашей жизни, это сплошной театр и кино, пока это в нас не встроится. Когда мы контролируем, как мы себя ведём, как мы себя чувствуем, мы учимся быть той настоящей, какой мы и должны быть, той настоящей роли. Поначалу это будет, наверное, сложновато. Но этому нужно учиться, и потом это со временем устроится, когда вы уже будете вести себя как женщина. Женщина, она не истерит, она не орёт. У неё всегда не истеричные нотки в голосе настоящей женщины. Она, кстати, блин, прервусь, я сейчас как раз прохожу марафон раскрытия голоса и марафон настоящей голоса женщины у Лизы. Блин, она прям про голос рассказывает, как должна говорить женщина. То есть вот эти истеричные нотки мамашинские надо убирать, говорить таким низким голосом, ровным, и быть всегда с улыбкой, быть с таким нежным очарованием. В общем, учитесь быть настоящим мужчиной, настоящей женщиной. Всё, как говорилось. И в равноправных отношениях, чтобы у вас отношения наладились, есть, конечно же, забота. Есть вот забота родительская о детях. Они знают, что дети сами там не заработают, и нужно за них всё решать. А между отношениями супругов всегда есть тоже забота. Но эта забота равноправная, а не такая, что я знаю за тебя, как нужно делать. Я знаю, что там не то, полки прибей, это мне вынеси мусор. Короче, я всё организовала и всё сама. Всё сама решила. Вот это вот мамочка. Вот эту мамочку в отношениях нужно отключать. Надеюсь, ребята, вы меня поняли. Я учусь сложно, получается с трудом, но начинаю себя контролировать. И вижу, как у меня меняется муж. Он то ребёнок, то мужик. Я вечно думаю, почему у него... Ну, смотрю на него и вечно думаю, почему у него вот один день он реально как ребёнок себя ведёт, хихикает там, что-то какой-то беспомощный, что-то всё не может сделать, за него всё надо решать. Прямо аж выбешивает. Вот. А потом такая, а, точно. Я опять мамочку включила, перестаю быть мамочкой, смотрю на него как на мужика, который всё умеет, потому что наша точка обзора творит чудеса. Вот как мы думаем о людях, так их поведение в нашей жизни и определяется. То есть, если я вижу в нём мужчину, он и проявляет себя как мужчина. Если я вижу в нём ребёнка, включаю мамочку, он и ведёт себя как ребёнок. И очень классно наблюдать, вот как люди вокруг меняются, когда ты себя меняешь. Причём вот это вот поучение других, оно реально бесполезно. Почему у женщин культ мужчин? Он для них царь, бог и главный. Ну вот у того, у кого он царь, бог и главный, там женщина больше ребёночка включает. То есть, она такая девочка-девочка. Вот между царём таким и девочкой-девочкой тоже не очень будут такие хорошие отношения равноправные. Там будут какие-то косяки всегда вылазить, и ссоры тоже будут. Не надо строить этот культ. Вы равноправные, равноправные, понимаете? В паре идут равные отношения. То есть, мы сначала были детьми, а нас заботились, нас учили наши родители. А потом мы становимся взрослыми. В равноправных отношениях мы создаём новую жизнь и уже вместе заботимся и учим, как наши родители нас учили. Учим так своих детей. Ну, конечно, со своими там тараканами. Но многие привыкли заигрываться в этих отношениях только потому, что не все видели в семье равноправные отношения. Не у всех папа с мамой были вместе и классно себя и были. Не у всех есть такой пример, как нужно себя вести. Поэтому где-то мы дочитали, где-то додумали, где-то там нам соседи подсказали, где-то школа, где-то университет, где-то друзья. И у нас картинка мира складывается из наших наблюдений. Но нужно прям сесть и осознать, где я веду себя как ребёнок. Почему я так делаю? Почему я капризничаю и ничего не решаю? Почему мне выгодно видеть в моём мужике ребёнка? Или почему я хочу, чтобы он был моим папочкой, а я была девочкой? Почему мне так выгодно? То есть сесть и разобрать, где вы как ведёте, а что на самом деле вы хотите, каких вы отношений хотите. Разобрать эти отношения. А если видишь в мужчине неудачника и боишься с ним в отношении идти? Ну вот у вас мамочка включается как раз-таки. Роль у вас, наложилась эта роль в вашем сознании, наверное, чтобы вы на родителей насмотрелись или там на бабушек, дедушек, ну на какое-то ваше окружение. Но если вы думаете, что мужчина неудачник, он так и будет, потому что весь мир – это проекция ваших убеждений. То есть если вы решили так, так и будет. Отсюда болячки, всякие артриты, артрозы, болезнь спины, шеи, головные боли. Только потому, что мы не гибки в своих убеждениях. Мы так решили и всё. Будьте гибкими, перестаньте наделять людей какими-то какашками. Все люди классные, все люди замечательные, все люди имеют свою индивидуальность. Взаимодействовать с людьми и наблюдать, какой этот классный круг, какой этот прикольный квадрат, а этот такой цветочек, это вот в виде ромбика, ну, например, все разные, несравнимые, и изучать себя, глядя на всех этих людей вокруг, очень интересно. Начните разглядывать в вашем неудачнике какие-то другие стороны. Вот куда фокус внимания, то и увеличивается в вашей жизни те моменты. Вот, например, вы изначально, когда влюбились в человека, в мужа своего, в парня, в девушку, вы вначале наблюдали влюблённость, кайф. Он был такой классный, он был такой замечательный, он был такой красивый, он весь идеальный просто. Потом начинаете узнавать, 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 ну, наделяя его всеми своими непринятыми качествами другого человека, то есть своего мужа, парня. И фу, какой он фу, 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 фу. Но изначально же такого не было. И вот здесь, сейчас вам нужно опять сделать так, чтобы вы о нём ничего не знали. Всё, что вы узнали, окей. Оно уже встроилось, оно уже есть. Интересно узнать что-то о нём новенького. Либо вспомнить те моменты, которые вас в нём вдохновляли, которые вам нравились. Начать их опять рассматривать. Либо находить ещё что-то. Вы посмотрите, неужели он такой неудачник? У него же по-любому есть куча качеств. Ну, рассмотрите их, вы увидите, как он преобразится. И сразу и удачи появятся. Но опять же, что такое удача? Это надо шаблон такой трансформировать. Удача — это какое-то некое событие, которое типа якобы случайным образом произошло. И это событие было такое классное, которое мне там очень понравилось. Удача — это что-то типа того, что причина не во мне. Это как-то само собой. Но если вы в позиции Творца, что причина во мне и проектор в моей голове, в той картинке мира, которую я вижу, и что всё вокруг — это все мои мысли, шаблоны, всё моё мышление, то удачи на самом деле никаких и не существует. Вы хотите видеть что-то, и вы это видите. неважно, понимает это ум для чего или не понимает, но все события, все люди и всё, что вокруг вас окружает — это ваше мышление. Вы так наделили, как Творец, и обозначили эту. И уплотнили в уплотнённую форму, в события материальные. Так что давайте рассматривать в людях красоту, давайте выискивать везде у всех таланты, давайте выискивать везде у всех таланты. Давайте начнём с талантов и классные стороны. И этим самым своим наблюдением вы всех людей же преобразите, ну и сами будете счастливы. Вот. Разве вы счастливы, выискивая в людях какашки? Нет. Вы же сами несчастливы, когда рассматриваете эту всю фигню зачем-то. Так. Давайте почитаю ваше сообщение. Почему с иностранцами не хотела ничего строить? Я встречалась, жила полгода на Шри-Ланке. Там ланкийцы. У меня был уностранец. Ну их менталитет от русского, конечно, очень сильно отличается. Знакомилась с испанцами, итальянцами. Итальянцы очень понравились, интересный народ. Знакомилась с сингапурцами. В Сингапуре китайцы, да, получается. Ну там Сингапур от Китая отделён. Мне очень нравятся корейцы. Вообще я очень лояльна к иностранцам. Но языковой барьер и вот это вот недопонимание и разные менталитеты, как бы мне было очень сложно. С русским проще. Нет языкового этого барьера. И понимание идёт, ну, глубже. Не знаю даже, как объяснить. Поэтому с иностранцем как-то тяжко. Пробовала. Не понравилось. Так. Нелли, я няня Катерина Одесса. Готова работать со мной спокойно. Это сама реклама или что? Или был какой-то ответ на вопрос? Я тоже генератор. Да. Сколько там дизайн говорит, что практически вся планета Земля это генераторы. Сейчас эра генераторов. Все вот эти вот свершения вокруг, открытия, изобретения. Всё делают генераторы. Есть там ещё манифесты. Кто там ещё есть? Не особо в нём разбираюсь. В этом дизайне. Ну, мне очень понравилось то, что обо мне сделали. Причём 5 лет или 6 назад. 2013-2014 год. Да, уже 6 лет назад. Мне делали дизайн человека. Совсем другая информация была. Вообще совсем другая. Я не помню, чтобы мне такое говорили. Либо с моим мышлением я не восприняла эту информацию, либо просто я меняюсь, мир меняется, звёзды меняются, астрология меняется, дизайн тоже меняется. Сейчас меня очень удивил расклад. Прям очень. Всё про меня. Может просто быть мужику благодарна и ценить его добрые дела для семьи? Конечно. Ну, не только мужику быть благодарной. Себе за то, что я создала такого мужика, создала такие отношения. Я благодарна себе в первую очередь. А потом уже во вторую, конечно же, всех, кто вокруг меня находится. И мужику, и находить, конечно, плюсы. Мы же такие, знаете, сделает нам человек 100 добрых дел. и маленькую там ложечку дёгтя в большую бочку мёда. И что вы будете помнить? Ну, что вы будете помнить? Вы помните вот эту вот маленькую ложечку дёгтя. А все добрые дела, как будто их и не было. Мы уже и забыли, что человек-то... Посмотрите, сколько уже сделал для вас, сколько вам помог, насколько он классный, сколько он в жизни всего добился. Ну, вот где-то он там оступился, всё. Мы помним только это. А всё хорошее уже куда-то развеялось. Поэтому давайте наблюдать хорошее. Дело в том, что наблюдатель определяет свою жизнь. Вот что он хочет наблюдать, где его фокус внимания. Осознанным надо быть. Понятно, когда люди в спячке, в своих мыслях, они даже не понимают, что они наблюдают, какие-то вещи там, на говняшку смотрят, да, или на хорошие дела. Вот. Если вы осознанно и понимаете, здесь, сейчас я нахожусь и наблюдаю за собой, за своими чувствами, за людьми, мне хочется видеть красоту, я буду её видеть, эту красоту. Если я осознаю, что я хочу видеть красоту, я её буду видеть. Ну, когда мне пофигу на всё, у меня вокруг всё плохо. Как мы можем быть равны, если мы разные? Мы не равны ни в чём. Так, вопрос. Равенство, неравенство. Это две стороны одного целого. Естественно, ничего в жизни нету равного. Каждая песчинка отличается друг от дружки. Все люди, они неравны, естественно. Все люди, они уникальные. Но они равны в том, что они люди. Мы равны в том, что мы люди. У нас есть равенство. Но равенство, оно и, как сказать, равенство, оно в неравенстве. То есть мы равны тем, что мы все уникальны. Я этот шаблон уже, блин, трансформировала. Надо, чтобы его осознать, наверное, вам через какую-то картинку это попробовать сделать, чтобы ум на что-то опирался, не на какие-то там старые свои опыты и знания. Представьте какую-то любую картинку и спросите себя, почему равенство в неравенстве. И попробуйте расшифровать, накидывая ассоциации на какой-то любой образ, который в голову придет. Вы поймете, что наше равенство как раз таки в том, что мы уникальны. Надеюсь, меня кто-то понял, а кто-то уже со мной этот шаблон трансформировал. Быть неравным не значит принижать себя или партнера. Да мы сейчас и об этом и говорим, то, что люди, когда равны в отношениях, они не ставят себя выше или ниже. Они не ставят себя в роль училки и мамашки. И не пытаются взрослого мужчину учить, как маленького ребенка, что ему делать. Ладно, мы уже эту тему обмусолили. Что еще тут говорить? Уважать его и себя. Уважать. Такой шаблон. Так, ладно, короче, училка у нас включилась в чате, я даже ее не хочу читать. Я отец своей мамы. Вот. Прикольно. А я маме мама. Мама, да. Меняйте роли свои. Орут обычно бабки, кондуктор оплачиваем проезд. Да, я тоже ору. Значит, я кондуктор. Хе-хе. Ты водичка. Я водичка, да? Вот ты кто и что? Как мне нужно оживиться, ты льешься. Ну, спасибо. Так. Давно сидите? Где? Эфир давно или 7 лет? Так. Если мужчина зациклен на деньгах, то это зациклено я на них? Да. И как это проработать можно? У нас в закрытой группе как раз-таки проработка денежных вопросов. Денежный спринт начался в закрытой группе в Инстаграме. Это каждодневная, ежедневная работа со своими шаблонами, со своими убеждениями. Почему мы так решили? С чего мы это взяли? Кто нам это навязал? Почему мы себе это навязали? А с чего это вдруг вот так? А как можно это перенаделить? Вот мы так в группе работаем. Либо посмотрите сериал «Деньги». Начните с него на YouTube-канале в бесплатном доступе 10 серий о деньгах. Как раз-таки вы поймете, что это за цикленность на деньгах. Мы весь мир подменили деньгами. И нам кажется, что деньги решают все. Но они ничего не решают. И если мир – это только следствие нашего мышления, то и деньги – это просто следствие нашего мышления. Материализованное какое-то наше чувство, кусочек нашей энергии в деньги, для того, чтобы их легко было поменять с одного состояния на другое. А мы можем менять состояние с одного куска на другое и без денег. Деньги – это просто понятный для ума способ. И если непонятно, что я сейчас сказала, посмотрите сериал «Деньги». Ссылка у меня в профиле здесь в Инстаграме. Посмотрите менюшку. И там прям ссылка на этот сериал. Либо просто на канал YouTube. Там две кнопочки есть. Насчет остеохондроза и всего такого только поняла. Потому что гибкость появляется. Болят лопатки. Болят лопатки, крылышки появляются. Ангелочек ты мой, куралай. Случайности не случайны. Эфир будет в записи. Ну, я попробую его сохранить. Думаю, что да. 70% генераторов. Там кто-то подсказывает. Это классно. Муж был абьюзер. Это что такое? Эмоциональные качели с самого начала отношений. Видела в нем только плюсы и не выдержала. Нормально. Почему? Наш муж – это наше отражение нашего внутреннего творца. Нашего внутреннего творчества. То есть, как вы к себе относитесь как к творцу, к своему творчеству. Но творчество – это не петь, танцевать, да, картины рисовать. А наше творчество – как мы творим свою реальность. Вот мужчина – это просто отражение в зеркале нашего внутреннего мужчины. То есть, наша внутренняя мужская энергия, чтобы ее познать, осознать, развивать, проявлена во внешнем мужчине. То есть, это для девушек. У мужчин девушка, его женская энергия проявлена во внешней женщине. То есть, вы хотите понять свое женское, мужское начало, как вы творите, как вы принимаете, как вы желаете, посмотрите на отражение в зеркале. То есть, во вне, то есть, на вашу мадам или на вашего принца. Посмотрите, и вот так вы к себе относитесь. Это ваше отражение, ваше продолжение. Поэтому, чтобы мы сейчас не говорили о мужчинах, какие бы мы роли ни играли, в любом случае, мужчина или женщина рядом с вами будет транслировать ваши чувства, которые вы либо подавляете, либо не принимаете, с которыми боретесь, которые отрицаете, либо которые не хотите видеть в себе. Вы будете наделять вокруг себя людей своими собственными чувствами. У меня прям есть эфир про чувства. Посмотрите, прям так разложила. Ну, насколько могла я. Понятно. Хотя многие смотрят, раз непонятно и по пятнадцать раз непонятно. Может, кому-то дойдет. Как прекратить командовать дочерью? Язык у меня прям... Как прекратить командовать дочерью? Ведь ей уже 17 лет. Стоп! Прекратите это! Прямо сейчас! Прекратите, оставьте ее в покое. Дайте ей свободно дышать. Пускай она развивается, познает этот мир. Пускай ваша апельсинка растет апельсинкой. Не надо навешивать на нее свои программы груши. То есть не пытайтесь вырастить человека по своему образу подобию. Сделайте его уникальным. Не надо копировать, не надо напрягать. Зачем вы это делаете? Вот скажите. Зачем вы командуете дочерью? Понятно, мамочки учат. Но учат и командовать, это вообще разные вещи. Выгоните из дома. Так, кого вы там выгонять собрались? И дочки уже через годик пускай идет, живет отдельно, учатся самостоятельно, жизни, от тиски надо отрываться. Вот, командовать и учить детей, это разные вещи. А знаете, что такое командовать? Для чего вы это делаете? Почему я с разными людьми веду себя по-разному? Вопрос просто офигенный. У меня прям тема есть. Я все пытаюсь написать офигенный пост или пять постов на эту тему. Вот, если я начну, то это надолго, но эфир уже наш будет скоро заканчиваться. Я думаю, в следующем эфире я расскажу. Сейчас так, в двух словах. Почему с разными людьми мы себя ведем по-разному? Каждый человек представляет из себя какую-то свою собственную уникальность. И в какое бы мы поле с человеком бы не попадали, мы с ним разбавляемся. Вот возьмем стакан с горячей водой и стакан с холодной водой. При взаимодействии, можно сказать, идет обмен такой. И там и там кто-то подостынет, а кто-то потеплеет, вода станет теплой. То есть при взаимодействии с одним человеком, либо с группой людей, мы начинаем как бы смешиваться, наше поле смешивается. И в какую бы среду бы вы не попадали, если у вас, допустим, нет денег, и вы хотите развиваться в бизнесе, в карьере, с деньгами, вам нужно искать единомышленников, либо команду, группу, какую-то людей, к которым можно присоединиться, общаться в виде друзей, или, может быть, это какая-то рабочая среда, неважно. Вы должны коммуницировать, общаться с людьми, находиться рядом у тех, у кого есть деньги, кто умеет их зарабатывать. Хотите вы этого? Не хотите? У вас появятся деньги, и вы тоже научитесь зарабатывать. Даже если вам ничего не будут говорить, даже вас не будут учить, просто находясь в их поле, это достаточно уже, чтобы начать с ними смешиваться. То есть, говоря про людей, все люди уникальны, и понятно, что мы с каждым человеком будем вести себя по-разному. Попадете в среду истеричек? Тоже заистерите. Покажи, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Частично, очень великолепно объясняет эта пословица, вот эту ситуацию. Если вы хотите прокачаться, неважно в чем, примыкайте к таким людям. Есть классный автор, мне очень нравится, Ли. М-е-е. Посмотрите его канал. Что-то сегодня у меня реклама всех, всех, кого я люблю. Либо на YouTube, либо в Telegram-канал Ли. Он очень часто пишет такие посты интересные, прогноз особенно на 2000 год. У него зимой вышел этот прогноз, он часто повторяет, что сейчас выделяются определенные островки, и в какой островок ты примкнул, то вот этой энергией в этом островке ты обменяешься, денежной энергией, энергией радостной, творческой и так далее. То есть если вы пойдете сейчас в какую-то творческую среду, не ради денег, а просто пойдете и будете с художниками тусить, у вас начинает развиваться художественный вкус. Вы просто с ними тусите, они вас не учат, вы не проходите никакие уроки, но у вас он начнет развиваться. Избавляйтесь от токсичных людей. Был пост у меня, да. Те, кто вас тянет вниз. Мы не можем без внешнего. Внешнее на нас очень влияет, внешний мир, влияет на наше мышление. И поэтому с кем вы находитесь, обратите внимание. Если ваши друзья тянут вас вниз, дают вас как коровы, вы им что-то должны вечно, то избавляйтесь от этих друзей. То есть мусор надо выносить, мы же не живем с вами на помойке. Я не говорю, что друзья ваши мусор, общайтесь с ними, но перестаньте, как вы себя вели раньше с ними, так себя вести, уделять им слишком много времени и быть им обязаны. Начните развиваться и в других компаниях. Находите разные компании. Компании сейчас же можно везде найти. И в интернете, и пойти на какую-то работу, где вам всегда интересно пойти на какие-то курсы, марафоны. Сейчас очень много людей собирается в какие-то компании, что-то проводят. Вот марафоны – это по сути не обучалка какая-то. Это когда люди собираются с одним каким-то интересом. Марафон по рисованию, марафон по живописи, марафон по стихам, марафон еще какой-то. Где люди собираются с каким-то интересом и каждый день выполняют какие-то задания и вместе общаются. Их энергия заворачивается и делится между всеми. Прикиньте, как классно. Так что примыкайте к людям, которые вас вдохновляют, которые вас радуют, которые вас могут чему-то научить. Если вы горячая вода и будете с ледышками общаться, то естественно вам придется отдать свое тепло. Но что вы взамен получите? Ничего. Старайтесь быть с людьми, которые впереди вас далеко. Убежали по каким-то навыкам, которые вы хотите прокачать. И идитесь к ним. Примыкайте к ним, общайтесь, следите. Не знаю, как можно взаимодействовать. Ищите варианты взаимодействия. Ты, как Библия, слушаешь тебя и каждый раз новое слышишь. Наше мышление меняется. И даже если мы один и тот же текст будем читать каждый день, будем воспринимать его всегда по-новому. Я свои видео пересматриваю тоже часто. Мне интересно. Когда монтирую особенно. Такое, да ладно, я это сказала. Ничего себе. Как можно присоединиться к закрытой группе? Смотрите, вы все вопросы можете в директ задавать. У меня там достаточно менеджеров, которые вам ответят. И все вам расскажут. Плюс еще есть все, что вам интересно. По ссылке в профиле у меня есть ссылка, топлинк. Заходите, там целое менюшка, куча кнопочек. Нажали на кнопочку, попали там либо на канал, либо на менеджера, либо еще куда-то. Ну, в зависимости, что вам там нужно. И почитали, либо спросили, написали в личку. Ну, без вопросов пишите. Когда я орала на бывшего, он говорил, ты путаешь меня со своим братишкой. И отучил меня это делать. Куралай вообще. Ты звезда. Когда нет мужчины рядом, значит, у меня нет внутреннего мужчины. Нет. Все мужчины в вашей жизни, они все олицетворяют вашу мужскую энергию. Бомжи на улице. Водители в такси. Неважно. Все мужчины мира. То есть, с кем вы взаимодействуете. Просто те мужчины, которые ближе всего, папа, брат, ребенок, сын, либо муж, они ближе всего, и мы ближе к себе, получается. Мы видим то, что обычно не показывают люди на людях. То есть, люди, которые отдаленные, ну, мы больше маску видим. А вот настоящие эмоции мы можем увидеть только дома. То есть, у вас есть мужская энергия, просто сейчас вы ее, можно сказать, не наблюдаете. То есть, если близкого друга или мужа, или брата, или папы рядом нет, то вы просто не хотите на себя сейчас в данный момент смотреть. Потому что все мужчины, они показывают вас. И мы часто бежим от себя, нам себя познавать-то страшно. Мы же придумали о себе, у нас есть такой образ эго. Рамки какие-то определенные, в которых мы себя определили. Я такая, вот такая, вот такая. Умение у меня, вот такие звезды, вот такие, гороскоп, такой возраст, такой. То есть, мы себя определили, и нам страшно выйти за эти рамки и увидеть себя по-другому. То есть, еще какие-то вещи в себе познать. Вот, и чем больше мы от себя бежим, чем больше мы боимся узнать о себе, тем меньше возможности взаимодействия с внешними мужчинами, получается. То есть, мы от своих творцов, от себя бежим. Вот, либо у вас еще роль ребенка и мамочки. Здесь вообще надо разбираться, на самом деле, потому что, ну, непонятно, почему в данный момент нет мужчин. Может быть, просто потому, что я в данный момент хочу побыть одна. Так, у меня сел заряд на телефоне. Может быть, я просто хочу сейчас побыть одна, и вот у меня просто период самокопания, самопознавания, самоидентификации. Я хочу вот просто побыть в одиночестве, ощутить такой опыт, и все. Может быть, поэтому. Здесь масса причин, и мы только сами у себя можем узнать. Как прочувствовать свою внутреннюю ценность? Ну, определите, что такое вообще ценность. Как ее прочувствовать? Ну, должно сначала хотя бы понять, что это такое. Что такое ценность? Что вы имеете в виду? Нелли Иисусовна. Блин, я так ржу, когда вы так говорите. Ой, сумасшедшие люди. Зачем вы так меня отзываете? Так, опять Иисусовна Ли, да, написали. Он клевый, Ли-Ли-Ли. О, смотрю, куча людей и любят Ли. Я тоже его люблю, но я не читала уже месяца три его вообще. Вот, но прогноз мне очень его понравился. А если родители токсичны? Дети от родителей уже должны там в 20 лет отрываться от сиськи, и все. Дети должны свою семью устроить. Если вы отдельно живете, то как они вам помешают? Ну, и плюс родители отражают вас, да. Там хорошую подсказочку сказали. Любой человек вас отражает. То есть в данный момент мы слышим ровно то, что нам нужно услышать. И видим то, что нам нужно увидеть. Ни меньше, ни больше. И если родители в данный момент ругаются, вы это наблюдаете, значит, у вас какой-то внутренний конфликт между женской и мужской энергией, между творцом и принятием между своим желанием. Вы не принимаете свои желания, которые вы сотворили. Либо вы не понимаете, что вы хотите, что вам вообще творить. Либо вы творите и говорите, нет, это не мое желание. Фу-фу-фу. Либо вы сотворили, пожелали, сотворили. Женская энергия желать и принимать, да. Сотворили, приняли даже и мимо пошли. То есть даже не поблагодарили, не заметили, какое чудо вы сотворили. А просто мимо пошли, еще дальше хочу. И каждое желание ваше вы мимо пропускаете и вечно нуете, что у меня этого нет, того нет, вечно какая-то нехватка. Ничего нет. У меня ничего нет. А то, что у вас есть жизнь, у вас есть тело, прекрасные волосы, у вас есть зрение, у вас есть глаза, у вас есть люди, которые вас окружают, у вас есть солнце, у вас есть небо, у вас есть, ну блин, весь мир. У вас есть возможность пойти и сделать какой-то выбор. У вас выбор всегда есть. Но вы не цените этого. Вот, пожалуйста, нет ценности. Откуда будет ценность, если вы не цените свои желания, которые вы сотворили? Вы как творец своей реальности, вы творите вот каждую песчинку, каждый миг, вы ее сотворили своим желанием. Сначала было желание в вашем мышлении, а потом это воплотилось в материальную форму. Ну не потом, сразу, мгновенно. Желание, воплощение. У нас тысячи желаний одновременно. Мы не принимаем ничего, у нас ничего нет. Мы обесцениваем все свои желания. Вот такой конфликт. Ругаются, сразу осознавайте то, что так, ругаются, блин, у меня какой-то внутренний конфликт. Вот о чем? Что я тут такое пожелала и не принимаю? Что я такое сотворила для себя и не хочу разглядеть? Где я вообще себя не благодарю, унижаю, не люблю, ору на себя? Ага, ору. Так, достучаться до себя хочу. Не важно, я ору, на меня орут, либо люди там где-то орут. Это все не важно. Везде все персонажи вокруг – это я. Поэтому всегда переводим на себя. Люди ругаются, окей, это я на себя ругаюсь. Чего это я не поделила? То есть внутренний конфликт между мужчиной и женщиной. Мы на 100% с вами мужчина и на 100% женщина. Мы двуполые существа. Мы 50 на 50 недоделанные половинки. Мы 100 на 100. Но мы не хотим видеть свою ни мужскую, ни женскую энергию. Не привести вот это в гармонию. Так. У меня уже язык отваливается и интернет садится. Хочу уволиться с работы, но устанавливаю только уважение к директору. Блин, у вас есть своя жизнь. Какой директор? Вы о чем? Выбирайте то, что душе хочется. В душе хочу бежать без оглядки. Вот, бегите, давайте. Хочу реализовываться, а сил уйти нет. Но вы никогда не реализуете. У вас есть выбор. Сидеть ради чего-то внешнего и плевать на себя. И чем больше вы плюете на себя, тем хуже ситуация будет. Усугубляться. Что поделать. Так, у меня осталась минута. Я выхожу, потому что иногда, если я не выйду вовремя, у меня просто раз и не сохраняется эфир. Нелли, я в спринте. У меня мозг перевернулся. Это что-то. Пошел денежный поток. Благодарю. Вчера во время движения сердца были слезы и смех, а потом я уснула, утром проснулась на легке. Класс. Вот, деньги пошли. Ребят, если какие-то есть вопросы по поводу курсов, консультаций, закрытых марафонов, у нас их сейчас полно. И на сентябрь там целый список. Обращайтесь, там личные сообщения пишите. Менеджеры ответят, пожалуйста, без проблем. Все. Целую и люблю. На второй эфир сейчас не пойду, потому что я уже хочу кушать. Пока-пока. Пока-пока.